Девушки отдыхают Не для того, чтобы в их могилах рылись с металлоискателями Каким образом в профильных законах отделить археологов-любителей от черных копателей Почему этот вопрос не так прост, как кажется Сегодня услышим мнение тех, кто пытается отстоять свое право на историческое любопытство А также профессионалов, которые настаивают, что эта сфера не терпит дилетантов Попытаемся сегодня увидеть проблему целиком Это наша жизнь, мы начинаем Вообще так совпало, что меньше месяца остается до большого юбилея вооруженных сил Беларуси 100 лет 23 февраля, давайте будем откровенными, дорогие мужчины Что это не только мужской праздник И вообще в нем не столько вопрос гендера Это вопрос большой исторической памяти И вот 100 лет на страже Отечества Там ведь было все И мужество, героизм, были трагедии И вот на этом всем фоне вот как-то особенно остро воспринимаешь тот факт Что немало сегодня есть людей, для которых военная история Это ведь способ зарабатывать деньги И деньги грязные Вот сегодня мы с вами вместе с экспертами пытаемся понять Кто же такие черные копатели Почему это так страшно и как с ними надо бороться, чтобы это было эффективно Почему вот все это явление заслуживает такого широкого внимания Мы обязательно об этом сегодня поговорим Вот черные копатели Когда вот в большинстве из нас есть вот какое-то четкое И как правило, вернее так, нечеткое и размытое представление Черные копатели, самодеятельные поисковики разных направлений Одиночки или организованные в группы Занимаются нелегальным выкапыванием предметов старины И все Но мы понимаем, чтобы разобраться в этой проблеме Чтобы понять ее глубину Вот этого совершенно недостаточно Сейчас небольшой вводный сюжет После чего вместе с экспертами Вот прямо здесь будем разбираться Пожалуйста Проблема борьбы с самодеятельными археологами актуальна для всего мира И прежде всего для стран с богатой историей Как правило, в них действуют жесткие наказания за осквернение воинских захоронений А вот самостоятельный поиск на поле былого сражения преступлением не считается Главное иметь разрешение на пользование металлоискателем И поставить в известность местные власти или собственника земли Но если в Западной Европе эти правила соблюдаются четко То в Восточной Европе с выполнением закона пока большие проблемы В Украине попытка незаконного проведения раскопок археологического наследия Карается штрафом в 60 долларов Либо ограничением или лишением свободы сроком до двух лет А владеть металлоискателями можно без спецразрешения Запрещено лишь орудовать ими в местах, обозначенных как археологические памятники Тем не менее, количество черных копателей в стране оценивается в 20 тысяч человек В России усиленную борьбу с копателями начали в 2013 году Теперь черным археологам грозит штраф в размере до 18 тысяч долларов Исправительная работа или лишение свободы на срок до 6 лет В Беларуси с августа 2016 года за незаконный поиск артефактов Грозит штраф до 50 базовых величин с конфискацией оборудования или без За незаконный оборот до 30 базовых с конфискацией Но множество вопросов по-прежнему остаются открытыми И самый очевидный Как установить грань между копателем и поисковиком-любителем Который не посягает на старые могилы и археологические объекты Я приглашаю в нашу студию заместителя директора Института Истории Национальной Академии Наук Вадима Лакизу Встречайте Здравствуйте, Вадим Леонидович Присаживайтесь, пожалуйста Вот вы и ваши коллеги обратились в нашу программу Утверждая, что есть тема Тема достаточно серьезная И которая заслуживает не просто того, чтобы собирались на конференциях ученые, археологи А вот именно так, вместе с экспертами, широкой общественностью, телезрителями Разобраться в том, что происходит Почему? Вот в чем суть этой проблемы? Проблема у тым, что идет разбурение историко-культурной и археологичной спадчины Археологичные артефакты, которые являются властностью державы Кожан из нас, каждого члена нашего громадства Оседают в приватных коллекциях Вывозятся за мяжу Атрымливаются так, что З архива вырываются особные Цискнижки, вырываются особные сторонки И мы не бачим Усю сутность историчного процесса, який отбывался на нашей территории Увогу ли, историко-культурно-археологичная спадчина Это богатейший пласт для разумения Тых процессов, який отбывался на территории нашей краины Богатая история, уникальная история И мы это повинны ведать 485-й указ Можем ли мы сказать, что это были достаточные Либо правильные направления, меры для того, чтобы черных окопателей Приструнить этот вал, приостановить? Можно так сказать Мы перед тем, как вышел этот указ Выучали опыт соседних краин И частково перенесли его у наши нормативные правовые акты Самое главное о указе И сейчас в 9-м кодексе Республики Беларусь Было зрозумело всем, что археологичный артефакт Это уластность державы Далее, заборона выкористания металлодетекторов И инших техничных сродков Без дозволу Национальной Академии Наук И вельми важное разумение Что просто пошук археологичных артефактов Он не махчимый Он махчимый только у рамках науковых экспедиций Ученными со специальной квалификацией Якие мают соответствующие критерии Для отримания дозвола Национальной Академии Наук Беларуси И самое важное еще тое Что на сегодняшний день у Республики Беларусь Заборонена продаж, мена, дарения, залог археологичных артефактов А по указу давался пеуный термин Для того, как людям, которые имели на руках археологичные артефакты Ци предметы материальной культуры Якие по решению археологичных комиссий Могли бы быть признаны археологичными артефактами Были унесены у реестр археологичных артефактов И яныб заставались у них Яныб их могли дарить И распоражаться этими артефактами Но все равно появляются черные копатели И вот здесь возникает вопрос Достаточно суровые меры И срок можно получить И штрафы большие Вот в сюжете было про 18 тысяч долларов Неужели это настолько выгодно для черных копателей? Вот о каких суммах может идти речь Что не готовы рисковать многим Для того, чтобы вот идти на это? Ведайте, мы вот со своими коллегами Одмыслово мониторим некоторые сайты Где выкладываются для продажи археологичные артефакты Там достатково высокие кошты На предметы, которые относятся до эпохи средневековой И уявляют науковую, культурную и историческую коштованность Какой порядок цифр? О чем идет речь? Ну, например, гривна, шинная гривна продавалась за 820 доляров На ватвышей 820 долларов продавалась год тому назад И мы звертались с письмом у Министерства внутренних справ Про прокуратуру для реагования Набор предметов, який был сдабытый на 100% С курганного пахаванья 820 долларов Гаршок и ТРЧ Гаршок разграбил могилу, по сути Да, проскидал косточки И продает на аукционе Это недопущально Вадим Ильич, если у нас еще ваши коллеги Игорь Александрович сегодня вместе с нами Сегодня дайте вам приветствую Вот главный спор как раз вот здесь и разгорается Когда мы взяли металлоискатели Забрали специальные средства и сказали Вот есть Академия наук, которая может разрешить Есть профессиональные археологи Есть вот любители Вот одним мы это даем, другим нет Вот любители, многие говорят, что почему нас Приравняли к черным копателям Хотя мы такие же сторонники истории Сохранения наших ценностей и так далее Вот что вы отвечаете на это? Значит, по-перше Археология, это навука Археолог проходит Отповедную квалификацию Нема никаких аматоров-археологов Теперь что тысячи металлодетекторов Я в уголе лечил, что их треба Дейность, ну, на жаль, не прошло Я лечил, что их усе потребно литинзовать Потому что иначе Тут велизарный бизнес Вы потекаетесь, вот, Махчим, в протяг Сколько только в одном Минску Специализованные крамы продают Гэтых аппаратов Вы только подумайте А что плохого в этом? Ну, а для чего? Скажите, Калиласка Потерял на огороде кольцо Ну, конечно, да, такая песня Не три тысячи долларов Три тысячи долларов для пошука кольца Стоимость, я же не знал Три тысячи, четыре тысячи, две Ну, для... Ты, у кого пьешь, типа, тоней Гаратые, тонны Але, дошло до того, что на Туровщине При допомозе бульдозеров и экскаваторов Сносили курганные могильники Разумеется Это уже украинское наухау, якое пришло в Беларусь Доходит до того, что в разных частках Беларуси Домовляются с агрономами У господарках И просить, как там, где селище Каб распашку Ну, ткали ворыва Кали посевная Каб эта распашка Рабилась на субботу-неделю На зарплатах держать людей Разумеется Это я вам рассказываю Не про неких там А понтанных Полуцверозых людей Яки с марой Маниакальной Знасти нечто Эта система Из этой системы Треба Масштаб Действительно Еще один Поапошний момент Хочу, чтобы всем было заразумело Гэта помники археологии Нам не Разумеется Чем принципово коллекционер От нас От ученых Одразнивается Для его важна речь Якую он сбирая Для нас важно У яким контексте Знодзина Эта речь Тому, что Вырванная Скульптурного слоя Она страчевая Каштовность Мы страчеваем Характер помника Мы не разумеем Его статус Тому, что Археология Это самый полный летопис Истории нашей краины Вот у чем проблема Спасибо, услышали Еще одна точка зрения В таком случае Прямо сейчас На этот раз От человека Который как раз Занимается на любительском уровне Поисками Но принципиально утверждает К черным копателям Никакого отношения не имеет А значит Против того Что его приравнивают Вот в том числе Такими нормами К таким вот мародерам Археолог-любитель Дмитрий Антонович Давайте услышим его Дмитрий, здравствуйте Правильно Я понимаю Что действительно Вот вас Ваши коллег Которые на любительском уровне Занимаются археологией В первую очередь Задевает тот факт Что вам не разрешают Использовать спецсредства И так же Как и профессиональные археологи Заниматься поисками Белорусской В нашей земле Ну давайте начнем с того Что реально Я согласен Со своими оппонентами Что у нас большая проблема С черными копателями Потому что они реально Раскапывают курганы Раскапывают селища И копают на местах Захоронения воинов Я считаю Что нормальные люди Такого сделать просто не могут Если брать Скажем так Кто такой черный копатель Кто такой любитель Черный копатель Целенаправленно Идет на курганы На селище Добывает там археологические артефакты Продает их Так же он ходит Мародерствует Грубо говоря По воинским захоронениям Либо по кладбищам Это тоже непозволительно Любитель Любитель Это тот человек Который ходит По нарушенному слою То есть по перепашке И замечу Не на археологических памятниках Или археологических объектах А именно по распашке Где фактически Может быть стояла деревня В 19-20 веке Но это уже Слой Он перемешан То есть я пока вижу Что вы говорите В принципе об одном В чем принципиальная разница Тогда Принципиальная разница В том Что официальные археологи Нас считают Преступниками Конечно Понимаете Тут Дмитрий Понимаете Легко спутать Поэтому только самое Есть проблема Да Есть проблема Ну хорошо Мы запретили Все равно копают Так давайте подумаем Как нам сделать так Чтобы мы из этого Извлекли выгоду Выгоду Извлекли из этого Понимаете А это может Вот смотрите 20 тысяч человек В Беларуси Не будет Ну подождите Это преувеличенный Мы берем Все места Где однозначно Нельзя копать Однозначно Запрещаем И уголовная ответственность Сразу уголовная ответственность Никаких штрафов Сразу сажаем Второй вопрос Определяем места Где нам не страшно Чтобы покопали Огораживаем Ставим металлодетекторы Где нам надо Проход За деньги И продаем лицензии Приехали Заплатили деньги И под руководством Специалистов Академии наук Которым из этих же денег Будем платить Под руководством Они следят Чтобы Осуществлять Но мы зарабатываем Вадим Мне идея вообще нравится Но мы с вами оба Не имеем отношения К археологии Я заметил Что и Дмитрий И Игорь Александрович Одна и другая сторона Очень скептически К этому относятся Сказать вот что Я хочу сказать Два слова Яки организовываются Национальная академия наук Беларуси Университетами нашими И там Под наглядом Профессионалов Археологов Ты Ковалки Працы Яки они Могут Выконовать И они Мают право Они без Дозволу Без нагляда Они будут ходить По полях Сегодня по полю Завтра на курган Дмитрий пожалуйста Дело в том Что в течении Десяти лет У нас Речь шла только О черных копателях Никто никогда Не поднимал Вопрос о любителе Никогда За 10 лет Не надо В СМИ В каком контексте Надо было Пойти А чем вы одрозниваетесь Разумеете Учим справа Я прошу про обращение Вот вы меня перебиваете Я вас Пробавиться не перебивал Я вас перебиваю По одной простой причине У нас нема Аматоров Любителей Археологов Это во первых Нема Альбо профессиональные Альбо люди Яке порушают законодавство Кали вы ходите по полю Давайте не будем подманывать Поле распаханное На яком вы Фиксуете артефакты Больше старожитные Чем 120 год Гэта завсёды поселища Это завсёды Археологичный помник Просто иншая справа Что одны помники Зарегистрованы Другие не Невядомы Аля кали вы Знаходите на их Археологичные артефакты То это значит Что не уличанное На сегодняшний день У реестры поселища И вы всё ровно Порушаете закон Вот и всё Поэтому Я согласен В этом контексте Я согласен с вами Понимаете Правильно Если человек нашёл Археологический артефакт Он должен пойти Зарегистрировать Желательно на какой глубине И в каком месте Тут споров нету Но весь вопрос в том Что за 10 лет Вы просто нас сравнили С чёрными Понимаете Ну а чем надо Дмитрий Это очень важный момент Чтобы мы могли услышать Дмитрий Хотя бы тем мы отличаемся Что те же самые любители Они находки по большей части Стараются сдавать и регистрировать Они работают с теми же самыми Археологами Волонтёрами Понимаете Вот Николай Я думаю что Николай Влавинский Не даст соврать Что он работает с многими копателями Дмитрий Надо же понять Если копают волонтёры Если копают волонтёры Вот с этим географическим По идее бескорыстные Вы никогда бескорыстно Не пойдёте в поле Купив детектор Для поиска металла Копать Ну не пойдёте вы бескорыстно У вас есть коммерческий интерес И соответственно Артефакт который вы найдёте Вы хотите его продать Зачем вы его будете сдавать Если вы потратили средства На средства добычи Конечно вы его сдавать не будете Я вам скажу что за Пускай из 10 3 сдаст А 7 не сдадут Поэтому надо поставить На коммерческую основу Места определить Никаких полей Да нет Услышали Надо это всё Так скажем Довести до умного толку То есть закон должен быть Должен работать так Чтоб ограничить чёрных И давать им реальные сроки Понимаете И любителей Ну и вы будете по этой сроке попадать На конд То что Вот Как вы кажете Аматоры регистров Эти чёрные копальники Бывают у меня в экспедициях Ну я двух таких людей ведаю Которые приехали Правда случайно працавать Им вельми тяжко Избегают они на другий день Потому что это не походить С металлодетектором А это треба працавать И у дадзи на выпадку Калены до меня праезжают И они удельничают Без своего металлодетектора А с случайными нормалёвыми Приладами працы То, что я контактую С гэтыми людьми Гэто факт Тому, что контактовать С гэтыми людьми Необходно Мы мусим Хоть неким чином Ратавать Тую информацию Якая знищается У процессе Гэтых самых Незаконных працев Большой объём Действительно Вот сколько таких людей Насколько масштаб Действительно Заслуживает Такого внимания И такого накала Десятки тысяч Я думаю Лишь бы у 20 тысяч Металлодетектора Это занижено Реально Десятки и десятки Вообще не только У профессиональных археологов Есть вопросы К чёрным копателям В том числе Любителям В том числе И у правоохранителей Которые под своим углом На это смотрят С нами сегодня В студии Сотрудник главного управления По борьбе с организованной Преступностью и коррупцией Александр Мопсков Александр Юрьевич Вот всем Небезызвестная Операция Арсенал Которая проходила И продолжается Уже несколько лет Часто говорят о том По крайней мере Мы в репортажах Можем это видеть Что львиная доля того Что люди сдавали Приносили Либо сотрудники собирали Это были именно те раритеты Которые были подняты Из земли Восстановлены И которые пополнялись В том числе Чёрный рынок оружия Это так Либо это просто Некий штамп И страшилка В том числе Для того Чтобы подогреть эту тему Что касается Той категории Чёрных копателей Которые незаконно Так скажем Извлекают Огнестрельное оружие В местах ведения Боевых действий Времен Великой Отечественной войны То в прошлом году Всего В рамках проведения Операции Арсенал Было возбуждено 59 уголовных дел То в отношении Непосредственно Данных категории Чёрных копателей Было возбуждено 6 уголовных дел Если касаться Годовой статистики По изъятию Огнестрельного оружия Боеприпасов Взрывчатых веществ Именно у чёрных копателей То в 2017 году Было изъято Свыше 70 единиц Огнестрельного оружия Свыше 200 единиц Комплектующих Основных частей Огнестрельного оружия Свыше 5000 патронов Свыше 1000 боеприпасов Которым можно отнести Мины, гранаты, снаряды И свыше 85 килограмм Взрывчатых веществ Вот можно привести Я хотел просто напомнить Какое-то время назад Вообще вот проблема Того оружия Которое попадает На чёрный рынок И не только на чёрный Когда в 90-е это было Настолько была распространена Что даже попадала Потом в культовые фильмы И становилась Вот приметой времени Я предлагаю вам кадры Которые наверняка Вы очень хорошо знаете Пожалуйста Тульский Токарев Он же ТТ Сегодня один Извини Очень быстро разбираю Винтёвский Мосин Я думаю Вас не заинтересует Слушай Откуда всё это? Эхо войны Александр Юрьевич Можно ли сказать Что вот с тех времён Это осталось Просто вот в прошлом И на сегодняшний момент Это Это актуальный вопрос До сих пор В наше время Да Это собирательный образ Чёрного копателя Ну что ж Вот такая проблема С которой мы имеем дело Сейчас мы прервёмся На короткую рекламу После чего Безусловно Продолжим эту тему И самое главное Попытаемся понять Как всё-таки Чётко определить И разделить Вот здесь люди Которые историю сохраняют А вот здесь те Кто её пытаются разрушить Оставайтесь с нами В понедельник вечер Это наша жизнь на ОНТ Чёрные копатели Число тех Кто ворошит прошлое Ради наживы Всерьёз тревожит правоохранителей И широкую научную общественность В чём суть этой проблемы Как отстоять истории Память тех Кто погибал Не для того Чтобы в их могилах Рылись с металлоискателями Как отделить любителей истории От чёрных копателей Почему этот вопрос Не так прост Как может показаться Это наша жизнь Мы продолжаем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Получается так Мы должны Этим указом С дополнением Сделать Вот этих копателей Белыми И чтобы они Приносили пользу Государству Они Вот вздыхают Товарищи Я хочу Они всё равно Будут копать Если Вы Браконьерили Да То вы Станете нормальным Полевничим Ну это смешно Значит Третье Я пропоновал Коли мы проводили Суслуханье По реализации Законодавства В Национальной Академии Наук Те кто реально Хочет С уликом Того же самого Английского Досвяду Ёсть у вас Вышайшая Адукация Напишите заявку У платную Магистратуру Два года Учитесь За гроши В институте Истории В БДУ Могилевском Державном Университете Ездите С профессиональными Археологами Два года Два года Ездите Ничего не Это может просто ревность Профессиональная Я просто пламачу Для нас самая важная Квалифицированная Фиксация материала В кодексе Прописан Очень четкий Алгоритм Действий Каждого человека Физического лица Юридического лица Если он случайно Или профессионально Выявляет Археологический предмет Или археологический артефакт В каждой области И в Минском Городском Исполнительном комитете Работают И действуют Областные Археологические комиссии Комиссии по археологическим Объектам И археологическим Артефактам И вы Там Любой зритель Найдя предмет Материальный предмет Обращается В эту комиссию Бесплатно В комиссии В которые входят Не только археологи Профессионалы Но и Краеведы Наиболее известные Люди В области Определяют Является Этот материальный предмет Археологическим Артефактом Или нет Я могу Привести Конкретный пример Вот В прошлом году В июне месяце При проведении Работ По строительству Дома Был найден Клад Который состоял Из монет Золотых Тверсней Да И Граждане Хозяева дома Также рабочие Которые выполняли Работы Сдали Отнесли В такую вот комиссию Про которую говорит Вадим Леонидович И получили вознаграждение Четко прописан 50% А 50 Да 50% От общей стоимости Такая вот комиссия Определила сумму В данном случае Могу даже озвучить Это было Более Двух с половиной Тысяч Долларов Половина Представитель музея Хотела бы пригласить Сейчас в нашу студию Вилейский историко-краеведческий музей И его представитель Андрей Каркотко В нашей студии Встречается Андрей Здравствуйте Вы представитель Музея Вы большой эксперт В области Первой мировой войны Вот как вы смотрите На проблемы Черных копателей Спор у нас здесь Как видите Очень серьезный Мы всегда их называем Черными копателями Хотя я бы больше Потребил другой термин Люди приборного поиска Так Но есть люди Которые работают На тех же самых полях Лесных дорогах Ищут Прежде всего монеты Их интересуют монеты Почему? Потому что Прежде всего Коллекционируют монеты Когда говорят Почему Они Копают монеты Именно Потому что Сейчас очень много фальшивок То есть Интернет Полон фальшивых монет И говорят Если мы вложим Монету Найденную на поле Мы знаем Что она оригинальная Если мы ее покупаем Где-то Неизвестно Где она сделана В Польше В Китае Или еще где-нибудь Статья Коап 19.9 Что говорит? Мена Продажа Покупка Запрещена До 30 базовых величин Штраф Извините меня У каждого человека Есть предмет Больше 120 лет Даже картина считается Археологическим артефактом Если ей больше 120 лет Если есть люди Которым интересно Изучать историю Которые ходят по полям И копают И считают Что они не черные копатели Тогда пусть приходят К официальному В институт истории В академию наук Объединяются Под каким-то Профессиональным началом И Используют свой потенциал Свой интерес И так сказать Растут в этом плане Уважаемый депутат Сказал очень хорошую фразу О том Что мы хотим сделать Охотниками браконьеров Дело в том Что мы даже не допускаем Возможности Что они могут быть охотниками И это действительно увлеченные люди Я сама знакома с такими людьми Которые являются поисковиками Они находят потрясающие вещи Действительно Можно организовать Какие-то волонтерские организации Поставить во главе археолога То есть Вот эти люди Которые занимаются поиском Они очень хорошо знают Где находились старые поселения Где могут быть Какие-то интересные вещи Они могут приходить В ту же академию наук Говорить Вот мы хотим Копать вот там Дайте нам археолога Который поможет нам это сделать Который может получить разрешение Потому что на сегодняшний момент Такие люди Они в принципе не могут получить разрешение Вот мы отлично услышали Что для этого необходимо То есть И образование И два года опыт Я все прекрасно понимаю Дайте такого археолога Вот этим вот людям И человек из них И человек из них Не браконьеров А охотников Секундочку Нет А вот действительно Конкретное предложение Давайте выделим территорию Куда будем приходить Чем плохо Приходить территорию Это место действия экспедиции Института истории Университетов Вот там вот эти экспедиции Пожалуйста Тот кто любитель Кто заинтересован В историческом прошлом Своей страны И думает про то Что если тот артефакт Уникальный Красивый Который я нашел Что он его уничтожает Для науки Что искажает Наше историческое прошлое Тем самым Вот они могут туда прийти И для них стимул Не нужен фактически Кроме того Что они приняли участие Прикоснулись И воссоздали историю Своего народа Не надо их как-то Заинтересовывать Вы настолько увлечены Тем фактом Что хотите доказать Что они плохие Что мы забываем от цели А цель найти то Что скрыто в земле Археологически Вот сидите Андрей Лихачев Разом с ним В Мстиславле Мы поднимали Рештки рыцара На место битвы Мстиславской 1501 года С его хлопцами С пегабер Без проблем С институтом истории С институтом истории На супрацовне Чуть реально Там нормальные люди Которые не тырят По кишенях Разумеете Не тырят по кишенях И не продают А когда я кажу Про свое Про свой Выпадок в Мстиславле Мне слава богу Дали тогда наводку Когда начали Выдирать этого рыцаря Уже С омута Украли и продали Кошель Семь талеров Украли и продали До нас Украли и продали Меч Вот ваши Хорошие мальчики Одна в Могилевской коллекции Вторая в Москве Еще одного участника Хочу пригласить В нашу программу Это один из тех людей Который компетентно Рассуждает на эту тему И тоже представитель музея Только на этот раз Частного музея Значит есть у нас Музей истории Первой мировой войны В деревне Забродье Велийского района Он известен далеко За пределами Беларуси Туда едут туристы Со всей Европы И с нами сегодня Основатели и руководители Между прочим Лауреат Премис духовное возрождение Борис Цитович Давайте услышим его Борис Борисович Приветствую вас Присоединяйтесь К нашему непростому разговору Как вы для себя Вот делите Любители Черные копатели И вот все то Что прозвучало сегодня На программе Ну во первых Вы знаете Я бы все же четко Разграничил Наименование Черные копатели И любители Припорного поиска Метод запрета Пусть это хороший указ Но с точки зрения Может быть Академической науки Когда Есть попытка Да не обидятся Представители академии Есть попытка Оттолкнуть людей Этих Которые составляют Огромную когорту Но не сделать их Единомышленниками Это приведет Вообще К черному Копанию Действительно То есть люди Перейдут на другие формы Мы В Заброде Создали музей Первой мировой войны Бориса Глебская Часовня Я вам должен сказать Что у нас есть Целый ряд Предметов Которые обнаружили Поисковики Они Вряд ли бы Наверное Были Востребованы В столичных музеях И В академии Тоже Понимаете Это простые Очень предметы Но тем не менее Это следы Того времени Которые На которых Остались Моменты Позвольте спросить У вас А как Ваши экспонаты К вам попадают Вот если Брать конкретно Экспонаты Я сам Никогда не копал Не знаю Этого Так сказать Азарта Хотя Надо учитывать Что кладоискательство Это дело Такое Заразительное Весьма Вот Вы знаете Приходят люди Сами Приходят То есть Есть достаточно Сознательный Приходит человек Приносит крест Говорит Я нашел Возле деревни На позициях Крест Похоже Это на перстный Крест священника Он у нас Лежит в часовне Мы зараз Обмерковываем Такую речь Что давать Тым людям Яке Порешает законодавство Как мы их Будем Загрета Примировать Мы Примируем Забойцу Тихволтовника За то Что он Не забивает Тихволтуры Мы сдается На отворот Я его судим И Вот это Обмеркование Что мы будем Давать Тым Кто Порешает Историко Культурной Каштовности Оно Абсурдно И не то Что не законодавше Оно просто Абсурдно Аморально Коли люди Саправды Текаются Историей Вот Приклад Андрея Который Саправды Почал Суместно Историей Фактически Новый Накерунок Подводной археологии Вось Человек Текаются Историей Практично Все показывают Практично Все могут Отдать Но не все же Вот и все И как только Починается С этого Далейшей Размобы Быть уже Не может Когда мы Садимся В маршрутку Мы подразумеваем Что у водителя Есть права И он нас Безопасно Завезет Когда мы Идем К стоматологу Мы подразумеваем Что этот человек Учился этому Делу И нам правильно Запломбирует Зуб Когда мы Идем к хирургу Мы ожидаем То же самое Почему мы Тогда Даем на откуп Археологию Нашу археологическое наследие Историко-культурное наследие Людям Которые В принципе Любят его Да Но Используют Методы Для его познания Разрушительные Частные коллекции Они были Всегда Они будут Но нужно понимать Что частная коллекция Это на то На и частная коллекция Она чаще всего Недоступна Вы тоже за жесткое разделение И что профессионалы Должны быть оснащены так А любители Должны остаться любителем Ну Профессионалы оснащены Сейчас намного хуже Нет ни повода Дело в том Что мы используем Методику определенную Которая подразумевает Дальнейший просто анализ То что мы получаем Понимаете Понятно что Оббегав металлодетектором Поле Лес Проселки Вы соберете вещи Это действительно так Страна Поверхность земли Она усыпана ими Это действительно так В какой-то степени Он соберет свою коллекцию Что-то кому-то подарит Где-то соберет свою коллекцию Что-то продаст Это действительно так Но археолог так не работает Спасибо, Владимир Владимирович Да, пожалуйста Еще мнение Хотелось бы сказать Некольки слов Мы часто кажем Про археологичные раскопки Але при этом забываем Что аматоры Приборного пошука Яны Ходят По перапаханым полям Это те самые 20-30 сантиметров Земли Культурный пласт Якой целиком знищены Трактор Який едет по полю Он же не з'является Парушальником А калі туды Выходзіць аматор Приборного пошука Он уже парушае закон У той же самый момент Падымаецца пытанні Давайте увядзем Нейкую Методологічную основу Навучим Як правильно шукаць Як фиксовать Яка інформація вам патрэбна Трэба Джіпіэс-кардэнаты Фото знаходки Усё, що трэба можна дать навуковцам Тому що Назвучайне колгасне поле У якій нибудь вёсачки Профісійний археолог Ніколі не дайте У вас і так хапає справу А вот сразу А почему нет? А почему такой вариант не подходит? Потому что Скептически я вижу, что вы воспринимаєте Собість з тим, що На полях маються ці знаходки Но ми не думаємо про те, що Це поверхний слой Далей Йос існує ті селища Ті городіща Помнік археологі І ті знаходки, які знаходяться зверху Гэта яго частка Трактору адрознені Адлюбітелі І так званых І він гэтаї знаходки Не забирає з сабой Не звозить у іншого місця І вони перапахиваються Поверховий слой тільки Вы выбиваєте, зносите Удаляєте їх от туль І гэта ненармальна для... Часкалі вам не сказати об гэтам Вы навіть не ведать Будіте, що на поле Ёсь нешто Вы подумайте о моральному бокі справу Ви стверджаєте, любите свою родину Як ви любите, коли ви її снищаєте Достовичну спаджу Тому і вийшло предложення Що давайте сделаємо курси С археологами ходити Даже просто-напросто Ви говорите, що може бути селища Я согласен Але, по крайній мере, коли ту ж саму монету копаєш Можна зафиксувати Какая монета Какі координаты Где знаходиться І так далі і тому подобне На якому слоі Це поступає вам І ви вже будете делать Грубо говоря, одну большую... Дмитрий, серйозно Таке непоразумення У вас це хобби А у нас це наукова дійнасть Ми вас закликаємо Інститут історії Вузовці Открыты для уделу У археологічних дослідованнях Разом з археологами Які проводять камеральну опрацовку Приходьте до нас Удельничество Дмитрий, ви согласны Про це Вадим Кошман сказав Вот мы створили зараз У інституті історії Наприклад, де-небудь там зняли кабінет Із Игорем Александровичем І Кошманом Вадимом Заробили стоматологічний кабінет Вадим, ви приходьте Я вам полячу зубы Вы придете до мене А я аматор Аматор Короткая реклама Прямо сейчас После чего вернемся в нашу студию Попытаемся все-таки разобраться Как нам найти золотую середину Выход з той ситуации Когда и одни и другие говорят о том Что они за сохранение истории Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Вот используем выражение Люди, которые используют Специальные средства Мы говорим о черных копателях Помните, в советское время Были такие красные следопыты И вот очень многие Почему-то проводят параллели Говорят, что Ну вот, наследники И так далее Принципиальная разница Действительно Черные копатели Это те, кто занимаются Ради наживы А вот красный следопыт Это те, кто в советское прошлое Сохраняли наследие Память о героях И приносили пользу Абсолютно безвозмездно И не пытаясь найти Какой-то корысти в этом Прошло время Красных следопытов не осталось Но по-прежнему есть люди Для которых археология Не профессия Для них это веление души Один из таких людей Сейчас я бы хотел, чтобы он Появился в нашей студии Это Андрей Мацур Фотограф из поставки Здравствуйте Здравствуйте, Андрей Я знаю, что вместе с вашими Не знаю Коллегами, друзьями Вы занимаетесь в свободное время тем Что восстанавливаете Воинские захоронения То есть пытаетесь сохранить историю Ухаживаете за кладбищами Вот вы как относитесь Ко всему тому Что мы обсуждаем здесь Должен быть разумный компромисс В виде закона Я к этим людям отношусь Двояко Те люди, которые оставляют После себя такое Разумеется, это вандалы В первую очередь Но я могу рассказать Своё отношение Могу говорить только О своём отношении Взаимодействуя Общаясь с людьми Занимаясь исследовательской работой То есть мы находим Эти захоронения В большей степени Тоже общаясь с людьми Которые занимаются Поиском с прибором И они дают Достаточно ценную информацию На мой взгляд Делить Делить Разделять Вот эти понятия Необходимо Есть люди Для которых Это жажда И средства наживы А есть люди Которые действительно Ищут Находят И передают В музеи Я с такими людьми знаком Андрей Это замечательно Допустим Опять-таки Я мыслю Как обычный человек Идёт человек по полю С металлоискателем И где-то он Что-то копает Ты задаёшь ему вопрос А чёрный копатель Он говорит Нет я любитель Я сейчас найду И в музей отнесу Здесь где-то рядом Экспедиция Я просто отбился Попади проверь Вот так это или не так А цена вопроса Очень высокая Когда мы видим Вот такие кадры Вот как здесь разобраться Мы говорим Что нужны какие-то критерии Вроде действительно Они нужны Определить Разделить Но как найти Тот критерий Который определяет Этот правильный Этот неправильный Этот чёрный Этот белый Ну Ещё раз повторюсь На мой взгляд Должен быть разумный компромисс Это закон Который будет чётко Регламентировать Деятельность людей Есть кодекс Считайте закон Чётко регламентирует Вопросы связанные С охраной объекта Я понимаю По этой причине Там всё запрещено Упрёк от тех По этой причине Мы тут тоже собрались Но в конечном итоге Значит не всё так гладко Раз тема есть Давайте будем говорить О том Что есть люди Я читал Да Есть люди Которые хотят заниматься Вот этой деятельностью Но Не все же Не все же копают Вот так вот кладбище И оставляют после себя Вот такие следы Есть люди Для которых это действительно хобби Вот тот же Дмитрий Это то же самое Что преступник хороший Или преступник плохой Он преступник Есть охотник Есть браконьер Хорошо Тогда то же самое Можно в отношении вас сказать Если один депутат Или чиновник Коррупционер Тогда всех под одну Гребёнку Не подождите Не ну как подождите Значит так Он Как чёрный тоже преступник А если извините меня Не надо передёргивать Принёс Есть закон Вы рассказываете Что вы порушаете закон Вы порушаете кодекс Вы лазите по полях Это заборонено Заборонено законом Вы порушаете закон А коррупционер Он порушает Он Вот и красная Он порушает закон Его за это сажают И вот когда Нормально Мы наведём порядок Мы сделали нормальные законодавчие акты А теперь треба Детально распорцевать Механизм искористания И штрафовать И сажать За порушение У галине Гисторико-культурной Спачины И вот и всё И всё будет нормально Теперь на конте Европейского досвида В Италии И штрафы И криминальная отказанность Дай Боже Что тычется Англии Вот то что я кажу И пропаную Вот эту двугодичную магистратуру Это английский шлях Там никто просто так не шляется По полях и огородах Всё зарегистрировано Человек платит Регистрирует металлодетектор А я за что? Вы за всем А я за что? Отримливает специальную квалификацию Робит поверхневые сборы Пишет справоздачу Сдаёт в музей Эльбов университет Та часть коллекции Какая лично каштовная Для державы Ему не могут и компенсовать Особенно когда это На приватных палетках А всё остальное Его Ну если это массовый материал Он просто зашифровал Свою коллекцию положил Все ведают где оно есть Он может любоваться Сдавать, продавать Вадим Леонидович Вот хорошо Я понимаю Когда находит оружие С этим надо работать Когда находит Исторические артефакты И уносит их в частные коллекции Перерывают И не позволяют потом Выставить картину Да И того что происходило Много лет назад Ну допустим Вот конкретная история 2006 год В Увенце был найден Колокол местного костела Михаила Архангела Его спрятали местные жители В 1943 Когда нацистские оккупанты Собирались отправить Колокол на переплавку Поиски святыни Начались в 2002 Искала группа энтузиастов На конец 4 июля 2006 года Был найден Поднимали краном Весит колокол Больше тонны И вот как это вспоминают сегодня Помнишь, что Звон сбросили Из веры И был такой тяжкий Что его не могли Вывезти И тогда Выкопали Яму И закопали Под веры И так мы уже Начали Стырани Там На арматуре Сукач Там был такой звук Который Подразделывал Показывал Что там Скорее всего Там будет звон И тогда уже Позвали наших друзей Которые занимаются Улекаются Поисками Звон находился Прямо Прямо в этом месте Тут под веры Еще один звон Немного До сих пор не нашли В данном случае Мы видим Что люди Собравшись На уровне любителей Нашли Вот этот колокол И Таким образом Абсолютно благая миссия Мы не отобьем Желание Заняться Историей Если четко Разделим Профессиональная Археология Вот такие условия Мы вам предлагаем Мы не отобьем Вот это желание Делать такое добро Это вельми Становочный Такий приклад И таких прикладов Я собесно ведаю Достаточного шмат Коли У сродках Массовой информации Можно побачить Что где-то там Люди хавали У военные Часы военного Лихолетия Некие там Речи Якие потом Доставали У раку Там У подвальные Некие помешкания И тут Але Вы сами сказали Это Любители Истории Не любители Приборного Пошука Я за тоя Кабыли Любители Истории Любители Там Аматеры Истории Нашей краины Беларуси Якие Я разом Звучоными Якие Займаються Археологией Як наукой Здабываюць Обогачаюць Нашу краину Вот новыми Некими ведами Мы открыты Кали ласка Приходься До нас Мы параем Вучитеся Кали вы Саправды Любите Но Я николи Не смогу Принять Вот этот Термин Любитель Приборного Поиска Это уже лагеря И репрессии Или нужно Подождите Или второй вариант Или их вовлечь Так давайте Продумаем схему Игорь все правильно сказал Мы с ним единомышленники Практически одно и то же Но более сложная схема Понимаете в чем проблема Схема слишком сложная А что плохого Если мы Совместно С нашими Историками Этими Значит Ис учеными Поставим это Немножко на коммерческую основу Никто не будет ходить Просто так копать Это Они же тоже Зарабатывают на этом Давайте дадим им заработать Вот скажи пожалуйста Ты идешь по полю Неохраняемая Перепаханная сто раз Перебитая вашими Как говорится коллегами И вдруг Хороший сигнал Ты начинаешь рыть А там кости И интересные вещи Ты завернешь Пойдешь дальше Если там будут кости Я естественно сообщу Не надо Может быть Не надо обвинять меня Игорь Александрович Я обвинять лично не на перекры Но ты уже вскрыл это дело Понимаешь А когда едет официальная экспедиция Если это перепашка У меня детектор Больше 30 сантиметров Хорошо Это вопрос спорный А теперь я хочу просто Вы обманываете Ну разве детекторы Только на 30 сантиметров Да вы никогда не остановитесь Коллеги Есть глубинники Которые берут больше метра Вот здесь коммерческое Некоммерческое Смотрите Проект подводной археологии Который мы развиваем С институтом истории Длится уже третий год Проведено Более 45 экспедиций Десятки исторических объектов Каждая экспедиция Каждая экспедиция приносит Находки Иногда достаточно редкие И сенсационные Они сейчас Все обрабатываются Собираются Кто делает эти экспедиции Эти экспедиции делает Институт истории В качестве руководящего звена По научной работе Со специалистами С открытыми листами И волонтеры Дайв клуба Понимаете Люди Которые свои деньги Вкладывают в этот интерес И в эту экспедицию И тем самым Приносят И для себя Какой-то результат И для общества Спасибо Кто вам мешает Точно так же Я вот хотел бы Знаете Что я уверен Что уверен Абсолютно Что очень многие Телезрители Сейчас пытаются Добиться главного Во-первых Ощущение есть Что есть непреодоленный Спор Который вам предстоит Все-таки преодолеть Собираться вместе И я вижу пока Вот как мне показалось Дмитрий Это мое мнение Что вот как раз Профессиональные археологи Открыты и ждут Когда вы вместе с коллегами Придете И возможно Более детально Обсудите механизмы Взаимодействия Я рекомендую вам это сделать Но Есть принципиальная группа людей Вы абсолютно адекватны В этом плане Вы готовы Взаимодействовать А есть люди Которым Которым это все не подходит Они как копали Так и копать будут И нам всем важно понять Как защитить Наши воинские кладбища Архитектурные памятники От таких вот вандалов Мародеров Мы видим что достаточно суровое Законодательство И в кодексе заложено Но все равно идут Что нам надо Специальную как в Румынии В Израиле Не знаю Полицию культурных ценностей И это тоже надо Давайте конкретно Без уже мнения А конкретные предложения По пунктам Наш пункт первый Для того К обновисти парадок Необходно державная Археологичная инспекция Особное специализованное Подразделение Так как и есть во всех Европейских краинах Первое Это самое головное Другое Давайте Выконовать закон Сгодно закону Республики Беларусь Любый археологичный Артефакт Який знайденный Заявляется Уластностью державы Коли музейный Супрацовник Альбов Фондово-закупочная Музея Фондово-закупочная Комиссия Музея Набывает Такие Каштовности Она здесь Язвлочинство Тому что Она разрабованный Археологичный Помник И еще платит Рабовнику И бандиту Третье Для того Каб допомогчи Органам Унутренних справ И всем тем Кто займается Высветлением Артефакта Альбовне Артефакт Мы повинны При институте И створить Такие же самые Филиалы У регионах Детский университеты Мы повинны Створить Акредитованную Комиссию По экспертной Оценке Археологичных Артефактов Каб никто Не рассказывал Сказки Что это У бабушкина Спадщина Альбо Что это Муляж У меня всегда Сразу Напрашивается Вопрос такой Кто на местах Будет Вот эту Заборону Рабить Это Жило Возложено Практически На одного Участкового У которого 10-20 Деревень В округе Да Это я вам Точно совершенно Говорю Поэтому Надо обратиться Вы вспоминали В Великобританию Там между прочим Существует Клуб Там существует Экспертный фонд Который оценивает Находки Экспертный фонд Возглавляет На всякий случай Лорд Вот И есть устав Любителей Поисковиков В котором Сказано Не нарушать То о чем Вы говорите Значит Памятники Согласовывать Это все Вот И блюсти Достоинства Любителя Приборного Поиска Вот Они платят Деньги Они реально Не боясь Сдают свои Предметы И эти предметы Пополняют фонды Музеев Коллекции И что-то там У них Остается Поэтому Вот как вы говорили Как бы там На какую-то Финансовую Но конечно же Это должно быть Все упорядочено Пожалуйста Если Только Будут приняты Какие-то Запретительные Меры Я думаю Что в 21 веке Они просто Работать не будут Или не полностью Ведь у нас проблема В чем В недостаточности Права применения Существующего Законодательства А также Нету сотрудников Ведь Поймите Все мировые Крупнейшие Коллекции Музейные Они столетиями Создавались Благодаря чему Благодаря Кропотливому труду Своих сотрудников Хранителей Благодаря частным Коллекциям Потому что Во всем мире Частные коллекции Это основа Музейных коллекций А также Помощи Со стороны Государства И в наших условиях Ресурс Который у нас В нашей земле Белорусской Хранится Он на государство Не работает И сколько бы мы Здесь не говорили Мы можем только Оговорить что-то А конкретные меры Они рождаются Только Путем Каждодневной Работы И насколько Эту проблему Не решить Мы можем Как-то Осветить Основные Злободневные Точки Но Очень важный Участник Всего Этого процесса Это коллекционер А почему-то Коллекционер Всегда у нас Делается Ну Такой Знаете Некто Вне закона В Беларуси В Беларуси Найдется Хотя бы Одна семья У которой Не было бы Истории Связанной Со второй Мировой войной Я простыми словами Сейчас буду Какие-то итоги Подводить Как это дело В каждой программе И это Истории Которые Не касаются Артефактов Это история Которые касаются Просто Человеческой памяти О памяти Тех людях Без которых Нас бы не было Деды Прадеды И так далее Поэтому вот здесь Здесь понятно Что меры Всегда должны быть Суровыми По отношению К людям Которых мы Сегодня называем Черные копатели Но сошлись во мнении Что чаще всего Это люди Которых надо Называть Мародеры Потому что Они хуже Чем воры Потому что Они не воруют Они Ворошат Неприкосновенное И в этом плане Мы должны Четко выстроить Систему Поддерживать Развивать условия Когда мы будем Определять Все-таки разумно Где Те кто разрушают Память И те кто Ее сохраняют И крайне важно Всем нам вместе Абсолютно всем Без исключения Создать такие условия Когда памяти Наживо Никогда не пересекутся На воинских кладбищах И на полях Великих сражений На сегодня все Удачи вам всем До встречи через неделю С новой темой И новыми героями Удачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин